Всем доброго времени суток! И сегодня я расскажу о том, как сделать декорацию для камина из дров. Вот инструмент, который нам понадобится для работы. Это жидкие гвозди, момент, это пилка по дереву, строительный нож, карандаш, веревка, бечевка и лак. Во-первых, что нам надо сделать? Так это отрезать дерево по размеру. В моем варианте это 30 сантиметров длина изделия, диаметр около где-то 10 сантиметров. Дерево может быть абсолютно разным, это зависит уже от ваших предпочтений и вкусов. В моем случае это береза, так как ее энергетические характеристики очень благоприятны для человека. И это очень хорошо иметь березовые деревянные вещи в доме. Они благоприятно влияют на атмосферу дома и также на настроение живущих в нем людей. Но вы можете выбрать что-то более подходящее для вас. это может быть также дуб, либо ясень, сосна, то есть абсолютно на ваше усмотрение. После чего нам нужно подготовить нарезать веревку. Для начала мы должны просверлить дырочки, то есть отверстия, в которые будет вклеиваться веревка. Со стороны это создает иллюзию того, что эти три бревнышка они прошиты веревкой насквозь. Потому что в таком же положении веревка находится и с противоположной стороны. Итак, после того, как мы просверлили отверстие, мы замеряем веревку. То есть подготавливаем кусочки веревки для того, чтобы ее потом вклеить. Мы замеряем размер от отверстия до отверстия, плюс даем запас еще где-то по сантиметру с каждой стороны для того, чтобы ее вклеить в дырочки. После того, как мы заготовили получается три части веревки с правой стороны, три части с левой, итого шесть заготовок должно быть веревок и три заготовки дерева. Дерево также надо предварительно зашкурить после того, как мы обрезали все эти части, чтобы они были гладкие и ровные. Для того, чтобы придать эстетический вид нашему изделию, мы должны предварительно вскрыть лаком. Как вы видите, вот, изделие блестит. После того, как дерево было нарезано под размер и вскрыто было лаком, и просохло, мы сверлим дырки. После того, как просверлили дырки и заготовили заранее отрезали кусочки веревки, мы начинаем к сборке данной конструкции. Как это выглядит? Мы берем жидкие гвозди и намазываем отверстие внутри. После того, как намазали отверстие, мы берем веревку и по направлению волокон мы начинаем вкручивающими движениями вклеивать веревку в дерево. Таким образом делаем и с другой стороны. Предварительно мы выкладываем так, как у нас будет уже будущий вид, то есть этого изделия, то есть правильно выкладываем дырочками друг к другу. Таким образом начинаем потом вклеивать. С одной стороны вклеиваем аналогичным образом и потом с другой стороны. После того как это все вклеили оставляем это на некоторое время для того чтобы это все просохло и приклеилось как следует. Чтобы оно не развалилось при первой же попытке это все поднять, то есть как мы видим это все держится надежно. И таким образом наша работа закончена. Да у вас например есть камин, но это портал, это не натуральный камин. И для декорации можно использовать данное решение. Благодарю всех за внимание. Желаю вам творческих успехов. Надеюсь вам было интересно. Всем пока.